Первый погожий сентябрьский денёк Вечебник и первый урок, так начинаются школьные годы Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею Как они быстро летят, их не воротишь назад Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда Школьные годы Как с нетерпением ждали звонка Ну что, я так понимаю, что все расселись, собрались Давайте, пожалуй, начнём, если нет возражений Гасим Я понаблюдал сейчас, как вы слушаете эту песенку Кто-нибудь вообще её слышал до того, как вот мы сейчас запустили её? Я не спрашиваю людей старших поколений Старшие наверняка её слышали и, наверное, даже пели А вот нынешние студенты про школьные годы чудесные Слышали песенку? Не очень уверен, но, тем не менее, говорите да Хорошо, давайте мы начнём вот с этих чудесных школьных лет Я хочу обратиться к телезрителям Здравствуйте все! И вы тоже здравствуйте! В эфире очередное заседание Телевизионного дискуссионного клуба Казанского федерального университета Я модератор или, если угодно, ведущий этого мероприятия Меня зовут Юрий Алаев И сегодня мы, как уже можно было понять из заставочной песенки, из мелодии Немножко поговорим о школьных годах Но, к сожалению, не о чудесных школьных годах, о которых пелось в этой песне А о чём-то прямо противоположном О буллинге, или по-русски говоря, о травле Которая, к несчастью, к большому сожалению Получает всё большее распространение в современной школе Что это такое вообще? Когда это жаргонное английское словечко Вообще вошло в лексикон родителей и преподавателей наших школ В российский лексикон Можно ли что-то сделать? И если да, то что? Для того, чтобы пусть не идиллическое, как в этой песенке Но хотя бы более-менее нормальная атмосфера вернулась в наши школы Вот ответить на эти вопросы мы и попробуем сегодня Хотя мы все, я надеюсь, понимаем, что это чрезвычайно трудно И прежде чем мы перейдём к обсуждению Я хотел бы представить залу и тех, кто нас смотрит по телевидению Или на канале YouTube Участников сегодняшней дискуссии Учёные института психологии и образования КФУ Первая группа Понятно почему В том числе и потому, что проводились исследования Если правильно я понимаю В школах Татарстана И можно будет какими-то результатами поделиться Не обязательно детализируют до последних Иванов, Петров, Сидоров и учитель Серёгин Но тем не менее Итак, институт психологии и образования КФУ Представляют сегодня эксперты Лилия Райфанова-Хрудзинова Профессор кафедры общей психологии И председатель регионального отделения Российского психологического общества Рамиль Рамзич Гарифулин Доцент кафедры дошкольного и начального образования Это я уже по первому ряду экспертов Елена Юрьевна Семёнова Научный сотрудник научно-образовательного центра Педагогических исследований И, насколько я понимаю Непосредственный инициатор И руководитель исследований Как раз по проблеме буллинга В школах Мы до вас доберёмся Елена Юрьевна, готовьтесь И я рад также представить Директора, можно сказать Знаменитого уже лица Имени Лобачевского Казанского федерального университета Елену Германову Скобельцину И Анатолию Владимировичу Венедиктову Ответственного секретаря Регионального отделения Национальной адресической ассоциации Регионального, значит, Татарстанского Кроме того, у нас Два клинических психолога В зале Лилия Олеговна Бодрова Клинический психолог Психологического отделения ДРКБ Детско-республиканской клинической больницы Людмила Михайловна Новоструева Клинический психолог уже психиатрической Республиканской больницы имени академика Бехтерева И член Республиканского координационного научно-методического совета Педагогов-психологов Примин Оборнауки Республики Татарстан Вот такой, я бы сказал, весьма солидный состав экспертов Участников сегодняшнего дискуссионного клуба Ну а теперь по существу Ну и если не будет уважаемых коллег-экспертов возражений Давайте все-таки начнем с дефиниции Как это принято, да, у ученых и юристов Попробуем определить, что же это такое буллинг Почему я этот вопрос задавал вне эфира уже Почему опять это иностранное словцо Мы что, тем самым подспудно На каком-то подсознательном уровне Стараемся отгородиться, что ли, от этого Дать понять, что это что-то наносное Что это опять откуда-то оттуда С гнилого запада пришло к нам А в советских, да, и российских школах Это быть не может, а если и случается То это какая-то просто вот удивительная аномалия Или причина в чем-то другом Почему мы не можем назвать это простым русским словом Это явление, которое на самом деле таковое и есть Это травля, психологическая травля Зачастую физическая травля Причем травля такого характера, что ей подвергаются Не только ученики, начиная вот, да С первоклашек и заканчивая выпускниками Но нередко вы меня поправите, если ошибаюсь К несчастью уже и педагоги Учителя в некоторых школах Давайте, Лиля Райфовна, может быть с вас и начнем? К сожалению, наше исследование Я 12 лет руководила кафедрой психологии В бывшем педагогическом университете И там было такое мероприятие Называлось педагогическая практика Когда студенты уходили в школы И я им давала задание исследовать детские коллективы То есть, в общем-то, педагоги обучаются исследовать детские коллективы И их работать над психологическим климатом Межличностными отношениями Над ценностями и так далее То есть, есть целые, есть параметры Которые распознаются, диагностируются И далее уже ведется работа педагога По сотворению, скажем, по организации формирования Благоприятного психологического климата Атмосферы взаимоподдержки, взаимопомощи Когда ребенок чувствует себя, должен чувствовать себя в школе Вот я говорю специальный идеал Безопасно Он должен чувствовать воодушевление, настрой На учебный процесс Ему должен нравиться учиться Он должен быть полностью посвящен процессам воспитания и обучения Климат является основным условием обучения и воспитания Чтобы ребенок хорошо усваивал знания И развивал свои личностные характеристики Всему этому обучается Но, к сожалению, когда ко мне пришли результаты исследований Это я исследовала уже очень В течение этой речи идет о длительном исследовании Около 12 лет получается Практически ни в одной школе Республики Тарстан Не был обнаружен психологический климат Высокого уровня благоприятности Более того, психологическое самочувствие многих детей Оно не то что неблагоприятно А многие дети находятся в состоянии экстремального выживания практически в школе То есть Извините, пожалуйста, можно я дискретно сделаю немножечко ответы То есть вы косвенно отвечаете на вопрос Насколько это распространено, а почему это появилось То есть мы просто констатируем Что это повсеместно распространено в школах Правильно я понимаю, да? Фактически все школы Республики Тарстан этим страдают И вы тут же уже обозначили, может быть, главные условия Для того, чтобы это явление было изжито Нужна атмосфера соответствующая, психологическая Да, профессионализм нужно педагогов Которые должны уметь работать Их обучали, в принципе, они практику проходили И они должны это входит, в общем-то, в их, скажем, поле Их профессиональной деятельности Причем исследования показали, что нет достоверных различий В психологическом климате Между простыми школами, гимназиями, лицеями Республики Татарстан То есть получается, что в принципе в лицах должны работать Вроде бы учителя более высокого профессионального уровня В школах вроде бы должно быть похуже Ну, как бы это из логики самого статуса образовательного учреждения Но исследования показали, что достоверных различий В профессионализме учителей нет Иногда даже в простой школе Гораздо более высокий уровень благоприятности в некоторых классах Чем в некоторых классах лицея Мы об этом немножко попозже поговорим еще Я хотел бы понять вот что Вы упомянули, что 12 лет, да, вы занимались, в принципе, вот этой проблематикой? Около 30 лет я работала, готовила учителей Из них 12 лет я руководил кафедрой Поэтому я знала все положение в республике Скажите, пожалуйста, по вашей оценке И может быть кто-то из экспертов добавит еще Как бы вот оценку или какую-то фактуру Как вот эти вот, даже если отрезок взять в 12 лет, о котором вы говорите, вы заведовали кафедрой Ну и да, это тоже Что и 12 лет назад была та же картина, что сегодня Или все-таки есть некая эволюция с плюсом или с минусом Я боюсь, что с минусом, да, судя по всему И если посмотреть еще дальше, вы говорите, 30 лет вы занимаетесь этой проблематикой Вообще вы здесь, вот в этом море, да, в этой педагогике А 30 лет назад, вот парень вешек, вот что было 30 лет назад, вот что было 15 лет назад или 12 Да, да, да И сегодня, вот если сравнить, вот как бы вы охарактеризовали вот это вот, боюсь резкое слово какое-то используется Это что, метастазы уже какие-то, что ли? Не знаю, на мой взгляд, возможно Значит, последние годы я могу теперь только косвенно судить, потому что я сейчас работаю на кафедре общей психологии Но я могу сказать, что меня часто приглашают на всевозможные мероприятия, где директора Республики Татарстан Или главврачи Республики Татарстан, я выступаю, беседую на эти темы И сейчас отмечается, в принципе, высокий уровень суицида среди детей и подростков Что раньше было, ну просто практически, фактически, это, ну, факты, вообще практически феномены встречались И, конечно, раньше учителя старой советской школы, они занимались и с классами, и с детьми Сейчас я не могу даже учителей винить в этом, потому что они сейчас заняты в основном статистической работой Беспрерывно что-то, их все время требует отчитываться, что-то делать Возможно, им не хватает даже времени на детей И, с другой стороны, сама отсутствует идеологическая подоплека То есть, если раньше под воспитанием детей стоял какой-то образ, например, строитель коммунизма, который формировали Там были программы, что должны формировать чутки, добрых, умных людей и так далее То сейчас этого образа нет, идеологии у нас нет И, возможно, поэтому у нас воспитательная работа представлена очень слабо в школах Вот это очень интересная, конечно, позиция, да, ее, может быть, имело бы смысл развить Но я просто сейчас вас слушаю и вспоминаю, я ведь тоже в свое время был этим школьником Более-менее благополучным балбесом Где-то успевал, где-то не очень успевал Я вам клянусь Я учился в 60-е годы Октябренок, пионер Вот, может быть, у меня уже что-то, какая-то там амнезия, да, провалы в памяти Но я что-то не помню, чтобы мы вдохновлялись вот идеей там или идеологии строителей коммунизма Другое дело, что мы жили довольно дружно в классе Вот в этом и проявлялся Довольно дружно мы жили в классе У нас были свои там хулиганы Я все время забываю в Тимуре и его команде, если кто-то понимает, о чем я и говорю, да Этот Квакин, да, вот именно, плохой там персонаж В каждом классе были эти Квакины Но как-то мы с ними управлялись Иногда сами в Квакинах превращались Иногда в Тимуров там дедушкам, бабушкам там дрова кололи Ну как положено, все нормально было Что? Я думаю, что здесь какая-то все-таки другая причина Елена Юрьевна, может быть, вы дополните немножко, детализируете эту проблему? Микрофон дайте, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Елена Юрьевна, как было уже представлено, научный сотрудник института психологии и образования Казанского федерального университета Я, наверное, начну с того, что как раз по цифрам, раз уж взрослые любят цифры Это камешек мой огород, я понял, да, люблю конкретно Ни в коем случае По данным Всемирной организации здравоохранения Буллинг, как раз по исследованию, которое проводилось сначала в 2010 году, потом в 2014 году Видимо, в 2018 году оно должно было бы быть проведено, но, видимо, еще не были опубликованы данные То буллинг в России, как таковой, он увеличился в порядке с 24 до 30% в школах Но, с другой стороны, здесь вопрос, я думаю, встает к тому, как этот буллинг оценивается То есть, опять же, его не всегда видно Если говорить о буллинге, который был в 60-е годы, это один вид буллинга Тут мы говорим о физическом, возможно, о моральном буллинге, травле, той же самой То есть, сейчас этот буллинг немножко распространяется, даже немножко, а сильно И уходит в социальные сети, где уже взрослых буллинг Это кибербуллинг, так называемый, да? Да, это то самое отъявление, куда взрослым доступа уже нет И то, что очень сложно сейчас оценить тем же самым психологам, учителям До кибербуллинга давайте пока немножко оставим его за скобками Что происходит вот с этим реальным, в реале, как принято говорить сейчас, не в виртуале, а в реале, в классах Он видоизменяется как-то, да? Что превалирует? Психологическое воздействие, физическое воздействие Один какой-то плохой человек против большинства организует Или это группа каких-то плохих ребят Какова картина? Да, вы уже обрисовали картину, уже назвали основные виды этого буллинга Как раз таки то, что называется Я еще сейчас что-нибудь назову Моббинг, это когда вот как раз, скажем, группа людей, группа учеников Потенциально игнорирует или, возможно, даже объявляет бойкот какому-то одному ученику Затем буллинг один на один, когда два ребенка, опять же, вне глаз учителя И вне глаз школьного психолога и классного руководителя Где-то, возможно, за пределами школы, как в одном из наших исследований Одна из учениц сказала, что это было за гаражами Начинают проявлять тот или иной вид буллинга Физически или, возможно, умственными Покажите нам, пожалуйста, что у нас за гаражами было в прекрасные советские времена Я просто ловлю Елену Юрьевну на слове И если кто-то скажет, что вы сейчас видите Узнаете героиню? Студентки, героиню узнаете? Фильм кто-нибудь может назвать? А? Чучела Чучела Два человека откликнулись, да? Чуть побольше Да, почти все назвали, да Чучела Да, 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 да Насчет почти всех я сомневаюсь Но назвали, назвали, спасибо Итак, это 83-й год Это реальный, вполне конкретный буллинг, да? Не моббинг, буллинг Почти весь класс Травлю, наверное, в то время назвали, да? Травила одну, одну, да, одну девчонку Кристину Арбакайте В ее там 11 лет То, что сейчас происходит, это то же самое или картина как разительно другая? Да, если судить по результатам исследований, которые мы проводили в этом году в трех казанских школах на данный момент Немножко позже, видимо, уточню, о чем было исследование и на чем оно было основано То, да, это то же, что сейчас происходит и, как было уже сказано, вне зависимости, возможно, от школы Хотя мы проводили исследование в трех разных школах Конечно, не буду называть какие-то школы Но и там, и во всех трех был и физический, и моральный буллинг То есть все типы буллинга А насчет самого исследования, думаю, немножко побольше расскажу Опять возвращаясь к вопросу, почему взрослые, опять, учителя, школьные психологи и родители не видят случаев буллинга Или даже если видят, то закрывают почему-то на это глаза Здесь мы опять вернулись к западным исследованиям И также к нашим российским, не многочисленным, к сожалению И посмотрели, как этот буллинг оценивается То есть даже та же Всемирная организация здравоохранения Она приводит, понятное дело, анкетирование, где ученик Потенциальный, возможно, затравленный ребенок Должен отметить, галочкой поставить за или против какого-то предложения И так они высчитывают, есть буллинг или нет в школе Естественно, затравленный ребенок, скорее всего, не станет говорить взрослому человеку Что его кто-то травит только в силу того, что этот буллинг Тот же самый, он может ухудшиться в его сторону и случай его увеличится И здесь мы с моей коллегой подумали о том, что стоит, наверное, обратиться к качественным методам исследования В частности, интервью, например, но опять проводить интервью с ребенком Немного будет болезненно для ребенка, потому что он вряд ли откроется опять взрослым И даже... Извините, пожалуйста, вот в этой вашей группе, которая занимается, там психологи были? Мы, да, два научных сотрудника, которые закончили университет не с психологическим образованием, а с педагогическим То есть, понимаете, вот вы сейчас заговорили о сложностях глубокого интервью школьника Да, там неважно, младшеклассника, подростка Ну, я поэтому и спросил, а психологи вообще профессиональные были в вашей группе? Да, я как раз подхожу к тому, что для того, чтобы подвести ребенка к интервью Мы придумали, создали методику, основанную на графическом использовании графики То есть, дети с нами сразу же не говорили То есть, вы не психологи, вы сами просто взяли и изобрели велосипед Мы педагоги, да, и основываясь на том научном базисе, который есть на Западе Да Да Хотел бы мне немножко направить в вопрос в такое русло, уважаемые господа, присутствующие И кто со мной не согласен, может возразить и даже, может быть, чем-то аргументировать Дело в том, что то явление, которое в сегодняшний день называется буллингом, да Оно было, есть и будет всегда Вот с этого надо начинать, да И когда мы говорим о том, что давайте у детей спросим, было у вас в школе это или нет Это вопрос ни о чем Однозначно было Вопрос в какой форме, с какими посредствами, которые вытекли из этой проблемы взаимоотношений между подростками По поводу психологического образования Вот здесь очень правильно было сказано И вот коллега, как преподаватель лицея, замечательного, кстати, да Отметит очень простую вещь Вот все здесь присутствующие студенты, которые готовы стать потом педагогами Наверное, не дадут мне собрать, что часы, которые уделяются для того, чтобы вы изучали психологию взаимоотношений с детьми и с родителями, ничтожны А на самом деле все очень просто Я не хочу тут сейчас пытаться У меня такой командирский голос, что я так все хорошо слышу Не хочу сейчас идеализировать советский строй и прошлые времена Но система педагогики была выстроена достаточно грамотно То есть на самом деле у каждого класса был свой классный руководитель Я тоже учился в школе, наверное, как здесь все присутствующие И от него зависел климат в классе Атмосфера в классе Именно от нее зависело, насколько класс дружен И уже даже сейчас по результатам мы можем определить, какие классы встречаются через 20, через 30, через 40 лет после выпуска И радуются встречу друг с другом Может быть даже встречаясь тех же самых своих одноклассников, которых они, ну так скажем, немножко другим способом не совсем травили, но троллили Потому что это тоже одна из форм Просто более мягкая Получается, что психологи Они пытаются оказать помощь детям А на самом деле, наверное, помощь нужно оказать воспитателям Воспитателям в их профессиональной подготовке Помощь нужно оказать родителям в воспитании своих собственных детей И опять-таки Вот только что На перерыве Товарища Быкова вспомнил Который там предлагал специальную программу, специальную группу Создать экстренной помощи в школе Что типа будут звонить и говорить Вот у меня в классе ситуация почти что как в Херчи Вот-вот сейчас кто-то взорвется Пришлите мне срочно специалиста Ну это мы что будем создавать? Экстренные какие-то специальные группы по выезду в проблемные школы Так они их сразу разорвут Потому что каждый учитель Посчитает своим долгом Сразу же позвонить и сказать Срочно приезжайте разбираться По одной простой причине Потому что он не захочет брать на себя ответственность И если есть служба на которую можно это дело спихнуть Ничего я так в эфир Вот он конечно этим воспользуется Вот и поэтому На самом деле Скорее всего проблема заключается в отсутствии достаточного образования Педагогов и родителей И как следствие Уже потом детей А вот этот буллинг Ну здесь вот специалисты потом скажут Он всегда делился на две части Да, природный То есть как вот человек в принципе рождается В какой-то степени агрессором Да, он борется за выживание Это нормальное явление становления любой личности Согласны, да, со мной некоторые Вот и второй И второй вариант Да, то есть второй дополнительный И это уже социум Который нагнетается Как бы обстоятельствами Вокруг Ребенка Подростка В той или иной среде Спасибо Очень интересная Позиция Мне кажется Здесь будут сейчас возражения Вот я кризисный центр И работаю Уже не один год Что я хочу сказать Если вот все Окунаются в исследование И все прочее Самое основное У нас конечно стиль воспитания И стиль преподавать предметов Немножко другой стал И у нас у детей конкуренция Мы родители ее создаем Эту конкуренцию Вот он отличник Ты его давай трави Почему? Потому что меня начинают сравнивать В те времена люди жили Пусть троечник Какой бы он ни был Да, мальчишки дрались Там что-то такое Смеялись Но это был редкий случай Сейчас же у нас дети Эмоционально холодные Я должен получить оценку Любым способом Любым путем Я буду унижаться Но буду просить эту пятерку Чтобы поступить в вуз в дальнейшем И они не думают Что я кому-то другу дам списать Или помочь что-то Нет, боже упаси Не дают? И плюс система Преподавания вот ряда предметов Мы акцентируете у нас здесь В основном правшие Левое полушарие Это отвечает за логику За хоть четкий расчет А правое полушарие За чувства отвечает Оно спит Практически Рисование предметов Черчение Они все ушли Они нам и не нужны Зачем? Мы должны здесь сесть только математикой Точно науками В результате что? Эмоции-то где наши? Чувства-то где наши? Они уже забыты Какие-то театральные кружки-то Минимум там где-то в школах Сейчас мы ребенок куда? Куда угодно Там физика Химия Что угодно занимайся Но о чувствах мы забываем Да и родители о чувствах не говорят В то время было что-то доброе Что-то злое Это можно Это нельзя А сейчас украл Убил Это в порядке вещей Это смотрим на это Как вот Покушать надо сходить Утром позавтрак И тоже Убили Покушать То есть вы сейчас Подручные У нас несколько Под тем Выскочило Учитель снял На арене Вперед И Ромен Рамзевич Покушать Идут из семьи Вторая причина Уже была отмечена Правильно Незрелость педагогов Которые по сути Кроме своего предмета Не имеют достаточного социального интеллекта Они незрелы Просто незрелы И правильно сказал мой коллега Что это так же Поэтому вообще Причины тут две Это родители С одной стороны И Учителя Вот если кто-то назовет третью Вот я пытаюсь третью причину назвать У меня сегодня статья вышла Как раз на Эхо Москвы Я еще изучаю социум В котором сейчас В самом по себе Даже у нас сейчас страна Находится в состоянии Буллинга мирового И это может опускаться На все уровни На все социальные структуры И вот эту версию Я сегодня отрабатываю На Эхо Москвы У меня статья вышла на этот счет Поэтому по сути своей Необходимы Вот эти две Я назвал две причины Вот эти И вот Вот это все Что происходит Решается В основном Только за счет того Насколько у ребенка есть Своё достоинство Честь И насколько он может Постоять за себя Насколько для него ценно Как его оценивают другие Если у ребенка Не актуально Как его оценивают другие Он терпим к этому Он уже открыт психологически К тому Что когда ему Когда его будут Вот таким развести Он будет терпим Это уже проблема Он будет терпеть Конечно Он будет терпеть И такая категория учеников есть А в целом По статистике По моим исследованиям Если у ребенка Изначально Есть честь И он тут же Дает ответ И пресекает Это вовремя Это первое И второе Если педагог Сам умеет Видеть И пресекать Даже прекращать урок Когда ключевой момент Начинается Вообще Во всех этих ситуациях Есть ключевой момент Например Дущий от преподавателя Учитель может Фактически Первичный Это работа С личности ученика Они реализуются невротическими Но Невротическими детьми Но с высоким социальным интеллектом Которые могут организовать группу И вот они этот семейный конфликт свой Реализуют во власти в школе Сколько видов интеллектов у нас? Чем дальше я живу Тем большее количество видов интеллектов Всего два Наручный и социальный Всего-то научный Ну научный тот Который на уроках И социальный Который связан с умением Общаться эффективно в обществе Всего-то два интеллекта Не надо И есть еще и эмоциональный Дело в том Что эмоциональный интеллект Он входит в социальный Обычно Если у человека Хороший эмоциональный интеллект Он может просчитывать Эмоции другого Это все равно социальный интеллект В конце концов Ну человек вообще Социальный живот С этим уж не поспоришь И вот Самая главная работа Потом еще Пятый этап Это когда уже уже вроде мы вывели этого лидера, с ним проговорили, дали огласку, выявили даже педагога, который все это организовал, который пропустил этот ключевой момент, и все это началось, он сознается в своей вине. И даже после этого отыграть порой бывает очень сложно, потому что травму наносится настолько глубоко, что необходима уже потом посттравматическая работа нам как психологу. Даже когда все уже в группе хорошо, он уже все равно ожидает, что опять что-то будет. И поэтому эта работа такая глубокая. А так в целом, я еще раз говорю, мнения тут разные были, и мне бы хотелось, чтобы наша телепрограмма интересная идет, все-таки коснулась больше всего того, что это полезно для тех телезрителей, которые являются жертвами, то есть жертвами этих буллеров. Нет, нет, мы обязательно к этим практическим моментам перейдем. Вот сейчас мы покончим все-таки с базовыми элементами, да, что, зачем, почему произросло. Лена Райфовна, вы хотели что-то дополнить, да, к этому? Я хочу добавить на ту тему, что сейчас не изменилась форма буллинга, и на ту тему, что изменилась реакция общества. На самом деле сейчас буллинг изменился в школах и качественно. И эти изменения касаются именно социального контекста. Потому что если раньше на буллинг отвечали активно, видите, там даже вот это чучело, что вы делаете, это же стыдно, и так далее, и так далее. Да, да, реакция класса, да. Да, то есть все реагируют на это, хорошо, был буллинг, но все говорят, нет, это плохо. Есть ориентиры, что такое хорошо, что такое плохо. То есть сейчас школа идет на пути заминания этих фактов, какого-то тихого очень удерживания. Вообще очень сейчас включены моменты, святые там богатые родители, спонсоры и так далее. Вот эти факты тоже играют. И те дети, которые были руководителями буллинга, и за их спиной стоят какие-то влиятельные родители, они совершенно меняют ситуацию с точностью до наоборот. И я просто знаю очень много фактов, я и консультирую, исследования проводила. Я просто очень много знаю фактов, когда вот эта роль, вот это изменение социального контекста очень повлияло на качество. Так вот, учителя, во сколько вообще себя изменилась вот эта система реагирования, и учителя стали часто говорить сейчас ребенку, которого травят, они ему говорят, это твои проблемы, решай сам, реши как-нибудь сам. То есть, а как он может решать? Государство должно защищать человека от асоциального поведения, то есть, должен быть какие-то реакции, ПДН, директор и так далее. То есть, сейчас отстранились взрослые, оставили ребенка наедине с этим горем. Более того, ему не помогают и родители в таком же положении. Ну, что вы ходите там, решайте как-то сами свои проблемы, чтобы на нас навешиваете свои проблемы и так далее. Более того, психолог, я знаю в этой школе, в одной из школ, спросил у мальчика, который подвергали буллингу, а чувствуешь ли ты вину, что пинали твой портфель? То есть, именно он должен чувствовать вину. Более того, учителя в классах говорят, вы знаете, ребята, обсуждая этот момент, возможно, тот, кого подвергли буллингу, сам виноват. Ведь у него были причины, почему же они его так делают. То есть, он подвергается травле не просто уже со стороны сверстников, а включается практически вся школа в этот процесс. И удивляться суицидам, мне кажется, здесь совершенно... Ну, то есть, зная этот контекст, я не удивляюсь. Даже думаю, что почему еще такие стойкие дети у нас. По всей видимости, именно родители все-таки поддерживают дома, друзья и так далее. То есть, невероятные ресурсы, что этих суицидов и каких-то тяжелых случаев гораздо меньше, чем могло бы быть. Потому что, по моим исследованиям, очень много детей чувствует себя очень плохо в школах. То есть, факты буллинга, на самом деле, очень легко выявляются с помощью диагностики. Смотрите, вы мельком упомянули, и до этого, когда говорили, и сейчас это проскользнуло. Но на самом деле, ведь существует некая социальная сегрегация. Существуют школы, так называемые, элитные. Существуют школы, назовем их обычные, рядовые. Существуют школы... Гимназии. Ну, гимназии, да. Назовем, я подбираю словечко, существует школа окраинные. Назовем их так. Где много мигрантов, например. Где дети группируются уже по этническому принципу. Именно в силу миграционных процессов. И получается, что во всех трех... Я три назвал, достаточно, наверное, для характеристик картинки. Во всех трех типах школ, несмотря на социальную сегрегацию. Несмотря на то, что... Ну, как в советские времена были. Давайте, казань, вспомним. 18-я школа, 39-я школа, 122-я школа, 131-я школа. Это все элитные школы. Там математики в одной, там англоязычные. Там русские. 39-я слаивалась. Там прекрасные словисты, русисты, литераторы. И английские, кстати сказать, тоже. Понятно, что там тоже отбирались уже как-то. По имущественному цензу, по социальному положению родителей. И вроде бы... Ну, так вот, простейшей логикой руководствоваться. Вроде бы в этих школах должно быть нормально. Но, судя по тому, что я здесь слышу, и в этих школах тот же самый буллинг. Я вот думаю, вот школа, где учатся дети богатеньких, буратино, назовем их так. Я надеюсь, никто на меня не обидится. Из тех, кто нас слышит и видит. Среди них, получается, среди родителей тоже есть какой-то супер такой, да? Который может, если его ребенок кого-то там потроллил или по отношению к кому-то занялся буллингом, то он может его, и, как вы сказали, опрокинуть ситуацию. Все точно сюда наоборот. Представить ситуацию точно сюда наоборот. Да, и не спасает даже то, что мы формируем элитные школы. Правильно? Да не спасает даже... Сейчас речь идет о чести педагога, да? Вот здесь, товарищ из родительского комитета, вот есть же негативная сторона этого процесса. Есть родительские комитеты, которые уже вошли в такой кураж, дискредитируют педагогов. Дискредитируют педагогов? Конечно, у нас есть такие, подождите, подождите. И в результате педагогам вообще очень трудно влиять, когда они дискредитированы в лице родителей, в лице родительских комитетов, когда отношения в школе перешли на финансовый формат, и в этих условиях идет дискредитация чести самого учителя, ему трудно влиять даже в этой ситуации. Вот я Людмилу Федоровну хотел бы спросить, вы очень интересно... Ой, извините, Людмила Михайловна, я бы хотел вас спросить, сейчас передам микрофон. Вот все-таки там была такая ситуация, когда вы остались все-таки наблюдателем. То есть вы все-таки были наблюдателем, и вожатый тоже был наблюдателем. Получается, что этот, получается, тот, кто обидчик, он так и остался в своем статусе и в своей власти. Почему получилось так, что вам не удалось... Вот вы же, наверное, испробовали разные способы, вы говорите его изолировать. Я бы хотел, чтобы вы подробнее рассказали, на чем вы остановились, почему вы были наблюдателями и не довели, что же мешало. Вот это самое интересное. Будьте добры. Подробно, но коротко, если можно, потому что... Коротко то, что я узнала за день, за день до отъезда эту ситуацию. Когда я взялась за этих мальчиков, как психолог, там были и слезы, и все, и мальчик, казалось бы, был победителем. Но все-таки он почувствовал удовлетворение, что те наказаны будут, да, им еще ехать три дня, в поезде вместе. Оказалось так, что, чтобы я там не проделала целых полдня до вечера, до самого отъезда, я там с ними работала, работала, приходит ПДН и говорит, ты виноват, потому что тебя били. Проси у них прощения, звони папе, маме и скажи, что у вас все хорошо. То есть это вся работа психологу, хоть на смарку. Я хочу сказать, что и по 5-6 лет у нас дети есть, у нас девочку одну мы наблюдали, 5-6 лет над ней издевались. Довели до анорексии, до суицидальной попытки. И вот, когда появилась надежда, говорю, перейти ей в татарскую школу, просто в татарскую школу русской девочки, она за 2 месяца умудрилась выучить татарский язык и остаться в этой школе, и стать хорошисткой. Хотя там она боялась отвечать у доски. И я, может быть, пусть на меня педагоги обидятся, я тоже работала в школах, в ВУЗе, и я как преподаватель. И единственное, что хочу сказать, что наша эмоциональная холодность, наш эгоизм, порой бывает, педагогов, мы не замечаем, что происходит в классе, и вот это, наверное, плачевно. Понятно. Спасибо большое. Да, Ирина Ильевна? Да, можно я добавлю как раз пример тому, что было уже сказано коллегами. Опять же, в исследовании «Дети» открылись нам буквально цитата, что мы не можем открыться учителями, нашим родителям, потому что они начинают это всё обсуждать и выносить на общественный уровень. А нам это не надо. Мы хотим вот этой вот секретности, чтобы нас поняли. Опять же, ещё один момент, который я хотела подчеркнуть, что, имея опыт обучения и прохождения практики в английской школе, то там как раз к тому, что там они не… Это, конечно, частная школа, к слову, это один полярный пример. Они не обращают внимания столько на академическую какую-то успеваемость, то есть не математики, информатики, химики, а они очень много обращают внимания на творческие какие-то задания, как раз то, на чём я слово, наша методика, творческие задания, рисование, в частности, танцы и остальное. И ещё один пример другой школы, в которую, к слову, нас прогласили с нашей методикой буквально на следующую неделю. Частная школа в Швейцарии, безумно дорогая, но там представитель школы позвал нас, сказав, что у нас есть буллинг, и мы как раз будем кибербуллинг там исследовать. И сказал, что… И вы ему будете помогать разруливать ситуацию в его швейцарских шале? Будем помогать в его швейцарских шале обнаруживать ситуацию. А у вас нет? Вот если да, если наша школа пустит… У вас нет швейцарских франков, вот что. А у нас, к слову, в российских школах безумно сложно пройти в школу, потому что в российских школах нет буллинга, потому что это всё заминается очень быстро. Вот, кстати, вы упомянули, когда первый раз говорили о том, что по оценке некой международной организации, ООНовского, скорее всего, комитета, фиксация буллинга в российских школах достигла 30 с чем-то процентов. Это по количеству школ, да? Это вот какие-то наблюдения. Но получается, что 2 третьих-то школ, если следовать этому, у нас вполне благополучно. Я вот немножко со скепсисом отношусь ко всем этим. Там ВОЗ, ЮНЕСКО сообщает про нас какие-то данные. Откуда они что про нас знают вообще? Это как раз к вопросу, как они это всё... Как они оценивают? Как они это вычисляют? Вы как раз помогаете? А мы как раз занимаемся качественными исследованиями, а не количеством, которыми занимаются ООН и ЮНЕСКО. Вот, то есть вопрос качества. Вы упомянули сейчас о танцах, о рисовании и так далее. В этом нет проблемы, что современные детишки, современные школьники, у них просто... Мы об этом тоже ведь говорили, да? У Айдар Мини Мансурыч, когда сидели, разговаривали, что просто так называемая большая моторика неразвита. И вот эти вот, прости господи, лобные доли, то есть они просто отстают в эмоциональном, психическом развитии от... Ха, сказал я, приосанившись, от предыдущих поколений. Что-то так, да? Это похоже на это? Так может быть мы... Я с этим согласна, потому что вот эмоции у нас... Мы же тоже должны формировать их. Ну да. А у нас получается эмоциональная холодность. И очень страшно, когда одиннадцатиклассник говорит, ну вот сдохнут мои родители, да ради бога. Я за ними только ухаживать не буду. Я плевать на них хотел, дом престарелых сдам. Понимаете, вот даже эмоционального тепла к родителям нет. Хотя они там обеспечивают. Это не бумеранг, как по-вашему? Наверное, это все-таки есть один из факторов. И я работала в лицеях, и для одаренных, вот, от КНИТУ работала я в лицее. Вот этот вот тоже показывали, вот этот фильм смотрели, рассматривали мы чучело. Семь человек плакали в зале, с девяносто человек. А остальные спокойно, смотрите, прохихикали. Вот, пожалуйста. Ну, семь человек из девяносто по нынешним временам. Это еще хорошо, да, хотите сказать? Тоже неплохо. Дело в чем? Дело в том, что... Вы хотите добавить... Да, вот по поводу школ. Мне кажется, что наша встреча делится условно на две части. Кто виноват, и, как всегда, что делать? Классический русский вопрос. И поэтому я бы хотела сказать так, что в нашем лицее, лицее Лобачевского, Казанского федерального университета, мы строим работу по созданию комфортной, безопасной, мотивирующей, стимулирующей образовательной среды. Вот сегодня я однократно прозвучала, что лицей хороший. Да, я без ложной скромности скажу, что лицей хороший и среда хорошая. Мы измеряли состояние комфортности среды ученых Казанского университета, Института психологии и образования. И, кстати говоря, вот эта методика, что предлагалась сегодня, тоже опробировалась в нашем лицее. И я думаю, что знаю, что надо делать. Прежде всего, когда поступают новые ученики в школу, они должны познакомиться не с правилами поведения, не узнать, какая будет форма, они должны познакомиться с уже бывалыми учениками. Для этого вот у нас есть водно-адаптационный тренинг «Здравствуй, лицей». Его проводят бывалые лицеисты, старшеклассники для одной поступающих. Это армейская учебка, да? Она не армейская, она веселая, с песнями, с танцами, с арт-студией. Также есть станция «Лицейская этика», «Лицейские пляски», «Лицейские песни». Потом мы выезжаем второй день, третий день этого тренинга. Мы выезжаем на трех теплоходах, и каждый класс уже представляет себя как коллектив. Таким образом, в лицее уже в первые дни можно видеть, как шестиклассник подает руку одиннадцатикласснику и говорит «Привет». Тот тоже ответ говорит «Привет». Здравствуй. Патронирует его уже. Патронирует, да. Кроме того, мы вернули в наш лицей такую систему наставничества, как «Вожатые», «Вожатское движение». И у нас даже есть лицейская компания «Вожатый 2.0». Очень они серьезно относятся к своим обязанностям, поэтому у нас у каждого класса есть свои наставники из старших классов. И вот это возрастное проникновение лицеистов и взаимодействие, оно обеспечивает, мне кажется, какое-то доверие. И еще очень важно, чтобы в каждой школе проводились так называемые уроки добра, что ли. Мы создали систему целую воспитания, эмоциональной чувствительности, сострадания, потому что наши дети четыре раза в год выезжают большим таким составом. Это есть, он меняется состав, этот концертный состав. Кайбинский дом престарелых с концертами, там у нас уже практически они нам родня. Они ждут нас, эти старики, и наши дети с удовольствием выезжают туда с концертами, везут подарки, едут туда и знают. Они общаются, звонят им. То есть есть определенные, уже установили взаимодействие. Нередко, когда лицеисты оказывают внимание детям из детских домов, но их сейчас все меньше и меньше остается, но есть дети, которые проживают в коррекционных образовательных учреждениях интернатного типа. Мы не везем туда, как правило, подарки. Мы идем сами туда и проводим различные мероприятия для этих детей. Кроме того, есть ярмарка добра, когда дети продают свои поделки какие-то, ну вот как, в общем-то, часто бывает во многих школах. И все вырученные средства мы отправляем в фонд Анжелы Вавиловой. Я считаю, что воспитание добра – это тоже очень важное направление. Поэтому вот вожатское движение, взаимодействие поколений здесь прозвучало. Вот такая вещь, совершенно правильный диагноз – отстранение поколений. Родители наших учеников, я думаю, что вот и в зале есть представители, знают, что мы максимально вовлекаем родителей в дела лицея. И поэтому, мне кажется, что именно при помощи ученых Казанского федерального университета можно выявлять вот эти начальные зачатки буллинга. Они, конечно, есть в любом обществе. Но вот стоит их вычленить, выявить, как их можно купировать. У меня сразу несколько вопросов. Да, я думаю, может быть, я угадаю часть вопросов. Может быть, и его в аудиторию возникло. Во-первых, где вы взяли таких детей от зевчух? Мы их воспитываем. Воспитывается. И мне кажется, что они такие пришли. Ведь эффект пигмалиона, мы считаем, что они такие, они такие. А, вот это очень существенное замечание, да? Как мы смотрим на человека, каким мы его считаем, он таким, скорее всего, и будет. Галатея живет, да? Да, да. Галатея живет. Мы очень даже... Вопрос более циничный, но я его не могу не задать. А какая нагрузка? Сколько преподавателей, вернее, наоборот, сколько лицеистов приходится на одного преподавателя в вашем лицее? В нашем лицее учится 581 ребенок. И работает 35 человек штатных сотрудников и 12 сотрудников, которые являются учеными Казанского федерального университета. Также мы привлекаем в качестве вожатых наших выпускников, которые являются студентами и магистрантами университета. Я понимаю, это сопоставимо? Кто-то по практике школьной может сказать, это примерно такая же? Сколько вы сказали на 581? 581 на 35 делим. Так что тут нормально. Так же, как в других школах кто-то может сказать? Я вам скажу, что вот, если на сельскохозяйственные университеты, у меня только стажа и психология, да, я хочу сказать, что там по 30... Нет, в других школах есть и полторы тысячи учеников, и две тысячи учеников, и тоже так же преподаватели 30, а то и 20. То есть все-таки здесь нагрузка на преподавателя в несколько раз получается меньше? Здесь, ну, в таких лицах меньше. Ну, 580 учеников, что вы хотите? Конечно, и в классах наполняемость у вас какая? 26 человек. Вот. Не 50, да? Да, 35 сидят. Даже прозвучало в одной из школ, говорят, ну, сделаем 40. Понятно, что... А мне вот вопрос возник. Может быть, это одно из решений проблемных? Ну, как это называется? Малокомплектные? Малокомплектные классы. И я вас уверяю, есть у нас в Татарстане лицей от химико-фимологического университета. Там по 14-12 детей. И? Та же самая ситуация. Вот я хотел бы спросить как раз по поводу лицея. Почему-то я вспомнил детство и пионерлагерь. У нас тоже все это было. Знаете, все было прекрасно. Чего только мы там не делали. Но был мощный буллинг. Были группировки, были разборки. И при этом все демонстративно. Чего только в пионерлагере мы не делали. И там всякие конкурсы, и все, что хочешь. Так вот, вопрос вот какой. Все-таки насчет выявления. Как только возникает родительский день, сразу почему-то какие-то детишки просятся домой. Ну, вроде бы хорошо, все весело, все правильно делается. Но какая-то часть уже просится домой. Почему? Не говорят. И не каждый ребенок еще расскажет во время родительского дня, что он находится под давлением. И вот я как раз хотел вас спросить, вот реально, как вы выявляете, я понимаю, вы там заняты всевозможными мероприятиями. Но где, в какой зоне вы реально выявляете ту психотраму, то, что творится с вашим учеником? Где это, в каком месте? Вот я не услышал. Я не услышал. С целью профилактировать вы имеете в виду? Да, я не услышал. То есть на этой стадии? Да, да. Потому что все это, знаете, вот это все, все это всегда есть. Все, что рассказывается, это все не непосредственно влияет. Это все как-то косвенно и так далее. Ну, а посредственно хотя бы тоже неплохо. Как вы выявляете вот таких вот? Создание среды выявляем. Ну, во-первых, я… Вот тренинг – это да, я понимаю. Вы сказали насчет тренинга. Вот это супер. Тренинг, да. Когда возникает коммуникация, и мы профилактически знаем, что чувствует каждый член группы, это прекрасно. Вот этот пункт мне понравился. Если это есть, если вы это мощно проводите, это здорово. Ну, подтвердить я могу только ссылкой на наш сайт, на котором за многие годы, ну, по крайней мере за последние пять лет, есть информация, что эти тренинги проходят ежегодно. Есть видеорепортажи с этих тренингов, есть отзывы лицеистов. То есть мои слова, они подтверждены действительно фактами. Что касается выявления, я прошу, опять же, акцентировать вопрос на том, что мы ведем профилактическую работу, и, собственно, вот таких каких-то случаев более серьезных выявлено не было. А может, потому что не ведете, поэтому не выявлено? Наверное, и нет, да. Надо вести и выявить вперед, как говорится. Нет, дело в том, что мы выявляем, используя все доступные и разрешенные родителями учащихся методы психологического сопровождения наших лицеистов. То есть мы используем методики апробированные, которые позволяют выяснить, насколько в классе комфортная обстановка, выявить взаимосвязи, кто на кого как влияет. Социограмма, так называемая. Да, да. Кроме того, обязательно ведется, например, первый период, первая четверть – это период анализа особенностей адаптации вновь принятых учеников к новым условиям обучения. Потому что если ребенок трудно адаптируется к новой среде, то как бы она ни была интеллектуальной, информационно обогащенной, у него все равно все силы уйдут на адаптацию. И он не будет воспринимать те блага, которые мы хотим ему предложить. Поэтому здесь ведется мощное психологическое сопровождение. Еще раз хочу сказать, что мы к этому моменту привлекаем, создаем круг поддержки ребенку, в который входит, конечно, как классный руководитель, старшеклассник, с которым он познакомился, вожатые. То есть есть такой круг поддержки. Мы выясняем, к кому ребенок бы обратился в ближайшие минуту, секунду, если бы ему угрожала в лице какая-то опасность или что-то бы с ним происходило не то. И знаете, собственно, очень отрадно видеть, когда они пишут, Леша из 11 класса, Таня из 10 класса, я бы к ней пошел, если что-то рассказал бы. Классных руководителей указывает. И даже, что особенно для меня приятно, указывает директора, что обратился бы к директору. Но поскольку... Я думаю, это уже совсем в экстренных случаях. Ну, у меня хорошие отношения со всеми лицеистами, доверительные, и мы с ними разговариваем. Нет, я не вижу, что когда нужно вот так вот прихлопнуть их. Но одно исключительное слово прозвучало все-таки «вместе с родителями». Конечно, конечно, конечно. Да, вместе с родителями. Елена Геновна, я хотел бы все-таки зацепиться за эту, извините, пожалуйста, за эту вещь и уточнить. Здесь вот мы много говорили, что эмоциональная холодность детей, но эмоциональная холодность и у учителей во многих случаях наблюдается. В самом начале вы говорили, что писанина, писанина... Эмоциональное выгорание учителей. Очень много работы. Эмоциональное выгорание на этой почве, эмоциональная тупость идет. А насколько вот этот вал отчетности, который, насколько я понимаю, требуется все больше и больше. Информационный вал. 5 лет назад мы говорили о том, что объем знаний на нашей бедной планете удваивается каждые 5 лет. Теперь уже, похоже, мы говорим, что удваивается каждые 3 года. Объем информационный. И школьникам надо, чтобы быть успешными, как об этом говорили, родители на что нацеливают? Все, что угодно. Ты должен получить сначала пятерки, потом диплом, потом куда-то поступить. Ты должен стояться, сделать карьеру. Многие ведь на это нацеливают, правда? Высокие ожидания. Да, высокие ожидания. А учителю... И все больше предметов. Я не знаю, я давно уже учился. Когда я учился, 5-6 уроков. Это было круто. Много. 5 уроков стандарт. Ну, 6 уже. Нет, я-то думаю, если они будут только учиться, то буллинга точно не будет. Вот в том-то и дело, что уже давно подмечено, что вот, например, в армии тот же самый буллинг, ну, дедовщина, она как раз возникает часто от того, что армия ничем не занимается. Вот офицеры запасы рядом с вами. И поэтому они начинают заниматься троллями и так далее. Не будет времени на это. Вот если начнут учиться, заниматься, как вы, по вашей программе, вот они прекрасно. Они занимают их. Там не до этого им просто. Это профилактическая работа хорошая. Я вам расскажу. Быль. Оторву две минуты у аудитории, да, и у телезрителей. Я учился в шестом классе. Это был 63-й год. Нет, я тогда уже в седьмом учился. Значит, 63-й. Хрущев еще был у власти. У нас был такой потенциальный буллер, да, парень. Ну, как в любом классе, наверное, есть, да, Валерка Титов. Он приходил, он каждый школьный день начинал с одного и того же. У него парта была последняя. Вот три ряда парт. Последняя парта. А над партой висел портрет Никиты Сергеевича Хрущева, генерального секретаря ЦК КПСС на всякий случай. Валера Титов, шестиклассник, проходил к своей парте, швырял. Тогда модные были эти дерматиновые, вот эти вот, как их называли-то? Папки, папки, да, папки доносили. Швырял эту свою папку. Извините за детали. Смачно плевал в портрет Никиты Сергеевича Хрущева и садился. Нередко это было уже при учительнице. Уже учительница была в классе. Конечно, когда он проделал это первый раз, мы были в легком шоке, прямо скажем. Потом это вошло в привычку. И я вдруг обратил внимание, что учительница, а уроки начинались не обязательно с одного предмета, да, она вот просто никак не реагирует. Ну, плюнул, плюнул, ладно, там все. Один раз там родители у него вызвали в школу, разговаривали с ними о чем-то. И на этом все кончилось. Его не выгнали, его не терроризили, ничего не случилось, вы понимаете? В разгар торжества тоталитарного режима. Вот это как можно расценить? Это способствовало погашению каких-то потенциальных этих... Это как раз это занимание. То самое занимание, которое сейчас расцвелось. Торжествует, да? На самом деле, если ребенок с такими оклонениями системными, и в школе учителю проблематично работать с этим ребенком специально, обычно таких детей выделяли и отправляли в школу для трудновоспитуемых подростков. Детей, с которыми работали социальные педагоги, специальные психологи. И они специально корректирующими программами пытались его вернуть. Ну, то есть я с ним работаю над тем, что он возвращался. Сейчас таких в школ нет, да? А сейчас куда девать этого ребенка? И просто тихо заминают. То есть, и более того, сейчас обвиняют ребенка, над которым буллин, что он наносит пятна на школу, на репутацию школы. То есть он попадает в историю, теперь из-за вас мы опозорились там на весь район или на весь город, и так далее, и так далее. То есть делают виноватыми именно жертв буллинга. Вот сейчас какая тенденция идет. То есть вот это вот то, что вы рассказываете раньше, просто бы этот ребенок один-два раза плюнул Хрущева, а на третий раз бы его уже в школе не было. Вот и все. Да вот в том-то и цирк, что он был. То есть здесь очень странная ситуация. Это, может быть, этот ребенок чей-то там тоже, раз он модными ходил этими, сын тоже там. Потому что он уже на Хрущевской? Да, на Хрущевской. Это там была номенклатура партийная уже в этот момент. Вы знаете, вот здесь я с вами соглашусь. Это была уже осень 1963 года. Его уже ненавидело все общество, всеми фибрами души. И в октябре его немножечко того. И как поется в песне, и всю правду мы узнали про него. Да, да. Наверное, это способствует. И родители заставляли взгляды. Мне бы хотелось бы затронуть проблему безысходности. Вот я прямо скажу, я как психолог, психотерапевт часто именно работаю в кабинете своем. Именно с такими ситуациями, когда буквально, в смысле, безысходность. Хотите, мы вам кино немножко покажем про безысходность? Давайте. Прогай германику. Можем что-то показать, коллеги? Давайте. Ну, в принципе, достаточно. Этот фильм кто-нибудь узнал, ребят? Это сериал телевизионный, который прошел в 2010 году. По первому, как это ни странно, каналу телевидения российского снимала молодая девочка Валерия Гай-Германика. И это, по-моему, после этого она что-то еще пыталась снять, но уже такого резонанса общественного. Прекрасная актерская работа. Лучшие артисты города Москвы, ГИТИСа, ВГИКа, играют эти роли. Да, конечно. Это очень хорошие ребята, отличники, лучшие студенты кинематографических и театральных вузов. Но мы сейчас не рецензируем фильм, да? Мы говорим о безысходности. Да, вот как раз я хотел затронуть тему безысходности. Все-таки я хотел бы, чтобы мы подискусировали о безысходности. Вот безысходность возникает именно тогда, когда уже есть обращение к старшим, к директору, к учителю. И это вот, например, вы же сказали, может наоборот даже усугубить. От этого толку нет. Есть исследования, согласно которым обучают тому, к кому обращаться. Оказывается, не ко всем можно обращаться, может только к тому, кто реально является другом, опорой и так далее. Ну вот тренинги, о которых говорила я. Есть исследования, согласно которым классы группируются. И вот там, где есть социальные группировки, и кто-то выпадает из них, он может стать жертвой буллинга. Поэтому все разбредаются по группировкам, чтобы не зависнуть между группировками. Если ты зависаешь, есть вероятность, что ты, как говорится, можешь быть жертвой буллинга. И вот это безысходность. Как ее решать, когда он не имеет воли, желания даже говорить родителям жаловаться, потому что атмосфера в семье никакая. Жаловаться бесполезно. Отец там с матерью настолько это... Условия не созданы для того, чтобы можно было пожаловаться дома. Это первая безысходность. Второе. Преподаватель, педагог регулярно сам совершает невежество и регулярно, хронически является источником распространения буллинга. Что часто это бывает. Я прям анализирую иногда рассказы многих учеников. Я прям вижу, боже мой, сам учитель ежедневно, регулярно является мощным вулканом создания буллинга. То есть он методически, психологически ведет себя неправильно и фактически указывает потенциальную жертву. Да, да. Я говорю, дайте, он зависает, то ли уйти в школу, к родителям никуда. Куда ему деваться? Ладно, если он найдет какого-то старшего товарища, где-то будет общаться с такой же жертвой и так далее. И вот я бы хотел вопрос задать аудитории. Я-то, конечно, работаю тоже в своем кабинете. Мы находим пути к тому, чтобы у него нашлись вот эти способности противостоять, как-то реагировать, изменяться как личность. Это долгосрочная работа, прямо скажу. А каким образом состояние безысходности, что делать? Вот вопрос аудитории как бы. Кто может? Ну, например, Людмила Николаевна, можете? Людмила Михайловна, извиняюсь, еще раз. Вы стояли безысходность. У нас работа 18 лет. Вот сейчас я уже сравниваю. У нас была школа, мы предложили открыть, сделать 4 психолога. И у нас уроки психологии были в расписании. Ну, как вот математика. С первого по седьмой урок, урок психологии, раз в неделю. Ну, все вначале возмущались, ну, как-то привыкли, ради эксперимента оставили. И я удивляюсь. Вот вы, знаете, говорят, куда пойти? Если ему некуда было пойти, они шли к нам, к психологу. И не то, что там табличка психолог и все. В рамках урока мы могли провести и диагностику. И уже когда, вот каждый раз в неделю ты проводишь с ними урок, мы делили детей на группы, по 14-15 человек в группе, тут уже видишь, кому плохо, кому хорошо. И мы их так с первого класса по одиннадцатой приручили к себе, что они в любой момент, вот это очень даже было хорошо, там плохо что-то с родителями, они шли к нам. Я иногда негодовала в то время, говорила, а родители-то где? Ну, почему он к родителям не идет? Вот сейчас весь вечер я сижу с ним. Этих хулиганов я водила в спортзал школьный вечером, в качалку. Можно подумать, я спортсмен какой качок. Я там что-то изучала, какие-то гантели, кому что преподавал, носил. Вот сейчас ходили, да, и думаю, вот все-таки, как это было хорошо. Из Москвы приезжали, из Питера приезжали, все смотрели. Но я жила не здесь, я в другом месте жила. И я низкий поклон этому директору, Прохору Владимиру Демьяновичу, за то, что он именно создал такую психологическую службу. Я до сих пор сейчас предлагаю всем, ну давайте, ну если нет времени учителю, нет родителям. Но вот этот обыкновенный урок психологии, вот эта тайная тетрадка, в которой он пишет, что мне плохо, можно найти. В штатном учебнике школ предусмотрено психологией вообще? Ну там один психолог. Один на школу. Независимо от того, 1500 там, 500 там человек, там все. Я вот был в детстве, был жертвой буллинга спортивного лагеря. Вы знаете, что я был жертвой спортивного лагеря старших товарищей. По вам этого не скажешь. Лагерь просто закрыли. Когда я пожаловался своему отцу, отец пошел к директору, и закрыли просто весь лагерь. Схема понятна. Хорошо, что у вас был папа, который мог закрыть лагерь. Я это хорошо помню. Но это же, да. Можно я скажу? Сейчас, извините, пожалуйста. А у меня вопрос к психологам и педагогам. Скажите, вот обрисовали ситуацию, да, с современностью, ну она безрадостная. Родители, которые узнал, что его ребенок попал в столжерный буллинг. Что ему конкретно, вот в ситуации, когда нет психологов, когда нет служб, когда нет специального процесса, что ему делать? Забирать ребенка из школы, идти там бить морду родителям или поймать. Ну вот лагерь же закрыл. Это мы говорим о прошлых годах, да, кто-то может закрыть. Мы говорим не о вип-персонах, да, а среднестатистический родитель, который попадает в стрессовую ситуацию примерно такую же. Вопрос понятен, понятен, да. Кто-то ответить может? Да, а может быть, составляет одну реплику. Нет, ну вот давайте по кругу, да. Может, по кругу, у вас микрофон не живет. Я сейчас даже не буду особо вдаваться в методики, да, но пути на самом деле, ну, скажем, основных два. Первый – либо бороться, либо второй – бежать. Ну да. Вот, а там все уже зависит, вот здесь надо уже разговаривать с психологами, иногда, может быть, с психиатрами, о том, какой путь сможет осилить та или иная семья. Это касается не только буллинга, это касается наркозависимости, это касается всех проблем, с которыми сталкивается, ну, любая семья. Либо бороться, либо бежать. Только надо четко, ну вот предлагают там иногда в другой район уехать, в другой город, там перевестись в другую школу. Вот это уже варианты. То есть здесь нужно просто четко оценить свои силы и найти тех людей, кто готов вам помочь правильно оценить свои возможности и принять то или иное решение. Очень конкретно. Ну вот, мне хотелось бы сказать, так, сейчас я положу, потому что так все слышно. Я, Дядя, вы лучше, мне кажется, так все слышно. Вот, я хотела сказать, что, конечно, вот, уважаемый директор лицея перечислил очень много мероприятий. Также очень интересно ваше мнение о том, что вот психолог там собирает в тайную тетрадочку. Но во всем нет, нет системности, необходима системность. То есть нужно системно, либо педагогу, либо психологу отслеживать каждый класс, каждого ребенка. Нет, мы уже не говорим. Это вообще, вот я сейчас говорю вам. То есть когда вы отслеживаете через психологический климат, этот тест длится там, ну, там всего 11 пунктов, 15, полторы-две минуты заполняет ребенок. Вы собираете, смотрите. Во-первых, системность заключается в том, что вы смотрите в начале года, там, через 2-3 месяца и так далее. То есть вы как бы берете замер, и так, поскольку вы берете психологический климат, социометрия, ценностное единство, три теста достаточно, чтобы сделать голографический взгляд и увидеть все тенденции, тайные тенденции, сильные места и так далее. И эти дети просто выявляются. Им не нужно в тайную тетрадь писать, может быть, не все напишут, понимаете. Тренинги тоже могут не помочь, их к старшекласснику не пойду тоже. Но вот в этих тестах там все видно сразу. Как только вы видите вот эти тенденции напряжения, нужно общаться с этим ребенком, его самого нужно вытаскивать и с ним психологически через интервью, определенные методы, уже это выявляете, дальше организовывается помощь. Если же вы попали в среду, где ничего этого нет, ни психологи, ни педагоги, никакой помощи нет, в общем-то, учить, вот это все время старается замять, то родители, они практически безоружные против системы. Против системы, ну что, они только просто потеряют, еще больше травмируется ребенок в этой ситуации, борьбы и прочее, прочее. На мой взгляд, нужно найти те редкие школы, которые все-таки еще сохраняются, системы какие-то воспитания. Вот, например, вот этот лицей, там, может быть, там получше атмосферы, да? Ну, то есть вы склоняетесь к тому, что к одному из вариантов, предложенным Анатолием Владимировичем, бежать. Не можешь бороться с системой, беги. Если целая система, либо второй вариант, родителям нужно, просто сейчас родители, они тоже очень боятся, потому что они вмешательством боятся еще ухудшить там, потом в других школах ведь тоже не берут потом, понимаете, да, там целая система, это не так просто, это системная, на самом деле, характеристика. То, что вот этот буллинг. То есть как мы дошли до жизни такой, я вот не очень понимаю, да? Это ужасно, на самом деле, действительно. 20 лет после Советского Союза так все дружно боролись за свободы того, этого, личности, воззрение, да, слова, собрание, демонстрации и прочее, и прочее, и прочее. И сейчас мы с вами разговариваем, и звучат все чаще такие нотки, прямо и опосредованно, что мы оказались в какой-то зашоренной ситуации. Запуганной очень, да. Бюрократизированной абсолютно. И более того, мы оказались в ситуации, я повторю ваше слово, да, когда нужно отвечать на вопрос, что делать с безысходностью. Когда я здесь слышу от педагогов, от ученых, что и от представителей родительских ассоциаций, что или бороться с системой, но если нет, то беги. А куда бежать, как правильно было сказано, тебе ты вынес ссор из избы, ты подставился. В данном случае я уже родители имею в виду, тебя еще, может быть, и не возьмут, ты в соседнюю школу. Поэтому они уходят тихо. Вот ребенку необходимо вот первое, да, выскочить из своей психологической ловушки. У него психологическая ловушка связана с тем, что он не хочет пожаловаться. Это тоже серьезная проблема. Он в себе это носит и не идет, и не говорит никому, ни папе, ни маме. Вот из этой ловушки вырваться надо. То есть необходимо... Да, я понял. Это первый уровень. Я плечу в диалог Лея Олеговна, она у нас весь вечер здесь, но молчит. Тогда да. Вопрос о психологических ловушках. У вас ведь достаточно много, насколько я понимаю, пациентов таких вот маленьких, которые как раз в состоянии вот этого вот капкана или этой ловушки к вам поступать. Что происходит с ними? Что с ними можно сделать? И я сразу, мы договорились, что мы по кругу будем коротенько отвечать. У нас уже заканчивается время в эфире. Мы довольно много работаем, почти полтора часа. Я сразу дополнительно хочу задать ко всем вопрос и от всех услышит. Я задаю его от имени родителя школьника. Как мне распознать, что моя дочь, мой сын, либо на грани вот этого вот троллинга, буллинга, моббинга, либо уже подвергается этой агрессии. В свете того, что об этом говорили, что ребенку очень тяжело иногда просто взять и сказать даже об этом. Два момента. Но с психологической ловушки давайте все-таки начнем. И потом, я надеюсь, вопрос не забудете, да, о чем я спрашивала. Лея Олеговна. Да, спасибо. Хотелось бы как раз таки начать с того, что буллинг является лишь одним из проявлений агрессивности в обществе, которое сейчас мы наблюдаем как во внешне, так и на себя. Среди подростков, даже не только подростков, а еще и маленьких детей, очень многие к нам приходят с жалобами и как на внешнее проявление агрессивности, так и на внутренние деструктивные тенденции, так сказать. Деструктивные тенденции выражаются, которые на самих себя направлены. Это такие вещи, которые могут порезы здесь выступать, какие-либо суицидальные тенденции. То есть я говорю уже о том, что когда ребенок не справляется с каким-то внутренним напряжением, и он начинает эту агрессивность направлять на себя. Это по внутренней агрессии. А если мы говорим о внешней агрессии, тогда это уже вот эти вот агрессоры, которые не умеют управлять своими эмоциями, не считывают эмоции с окружения, у них нет чувства сопереживания, сочувствия к ближнему своему. То есть это как раз таки те моменты, когда ребенок растет, и если рассматривать психику в антогенезе, ее развитие, когда агрессор не научен такими вещам, как эмоциональному интеллекту, не считывает эмоции с окружающих, ему все равно, что происходит. Как-то научить вы считаете? Развиваю. Развиваю. А счет ловушки все-таки, вот что там? Да, конечно, я перейду к этому. Когда родители вместе сидят с ребенком, это я как раз уже о психопрофилактике говорю, это агрессоров в первую очередь. Когда родители сидят вместе с ребенком, он рассказывает его мультики, что здесь происходит, то есть почему здесь нужно сопереживать, почему герой повел себя тем или иным образом, то есть это идет развитие эмоционального интеллекта непосредственно. Творческие как раз таки моменты, да, то же самое. С помощью творчества развиваются нейронные сети как раз таки в лобных долях головного мозга, с помощью которого ребенок направлен на рефлексию, на саморефлексию, на взаимодействие с окружающими, именно с таким взаимодействием, когда ребенок может сопереживать ближнему своему. Эмпатия, эмпатия. Да, разумеется, эмпатия. Спасибо. И если говорить о жертвах, да, то есть как можно распознать жертву буллинга? Когда в первую очередь, конечно, родители. Когда видят, что с ребенком что-то происходит не то, это изменение в поведении, изменение в пищевом поведении, изменение сна, изменение привычного круга общения, например, да, либо же ребенок замыкается в себе, либо же, наоборот, начинает очень активно уходить в какие-то разные странные компании. Это чрезмерные траты личных каких-то карманных расходов, да, постоянно что-то просят еще. Это грязная одежда. Это может говорить просто о том, что вымогают? Нет? Ну, это много может говорить. Это может насторожить родителей. Это как раз те признаки, когда нужно обратить повышенное внимание на своего ребенка. И когда родители замечают подобное изменение поведения у своего ребенка, конечно же, тогда нужно больше внимания обратить на ребенка, поговорить с ним. То есть здесь первый момент – это когда родители являются другом. А если же ребенок здесь не хочет идти на контакт с родителем, но родители волнуют эти моменты, аспекты его поведения, конечно, это уже повод обращаться к специалистам. Понятно. Спасибо. У меня вкратце, я просто скажу. Итак, первое – надо осознать свою ловушку, из нее выскочить каким-то образом. То есть каким-то образом, в общем-то, каким? Надо все-таки почитать, узнать о том, что это за явление. Мы сегодня много подробно говорили. Если ребенок даже познает от чего механизм того, что с ним происходит, он уже будет знать, что надо делать, чтобы вот эта проблема решилась. Ну, в частности, обязательно обратиться к взрослому. К примеру, к какому? Опять-таки целая теория оказывается. Не как к всякому человеку нужно обращаться. Об этом литература много. Именно тот человек, который является его другом, опоры, если такие остались. Очень часто они могут опять-таки превратиться в наблюдателя, если он будет пассивный и не будет поддерживать все эти начинания. И еще вот этот вот очень важный момент именно связан с тем, что необходимо все-таки вывести агрессора на диалог. Когда он уже почитает, узнает, каким может быть проблема решается, он поймет, что эта проблема решается тогда, когда определенный лидер, он выведен на диалог в социум, в общем, ему должна быть дана оценка в группе, и обязательно, если этот этап не будет пройден, а результата не будет. Ну и самое главное, он должен знать, что главным автором всего это может... Тот, кто начал, тот и закончить должен. Часто это начинает учитель из-за своего безграмотного поведения. Также должен пресечь это учитель, взяться и серьезно взяться за себя должен учитель. И вот когда жертва все это узнает, почитает, узнает, осознает, а у него появится основание, чтобы выскочить из этой ловушки на основание, уже знание о том, как эта проблема решается. И потом уже, дай бог, что все это заработает. Вот, спасибо. Ну, нам легко рассуждать вот так. Да. Жертве, здесь быть в роли жертвы, это очень страшно, не дай бог никому, да. Но единственное, что хочу сказать, крикнуть родителям, вот они говорят, обвиняют педагогов. Низкий поклон педагогам, что они в таких адских условиях все-таки работают и бесплатно учат, да. Милые родители, а где вы? Ведь самый первый, каждый день ребенок приходит домой. Будьте повнимательны. Помимо материальных, есть еще какие-то душевные качества. Есть семья, которая может подарить тепло и заботу. И когда ребенку плохо, он же бежит к маме. Мама и папа, где вы? Я считаю, что в первую очередь родители. А потом уже говорить социум или еще что-то. Если в семье мне комфортно, я пойду к маме, поплачусь и найду там защиту, а не бежать к психологу или еще кому-то. Мы уже бежим всегда, крайнюю точку находим, что тетенька какая-то из центра сделает, когда в семье не совсем ладно. А если в семье не совсем, что делать? Понимаете, мы работаем... Мы сейчас говорим об изысходности. Вот как раз и в семье этого нет. Нет, вот вы говорите об изходности. У нас, когда такая ситуация, мы берем и семью. У нас есть прям... Нет, мы говорим сейчас об изысходности, когда в семье нет тока. Когда в семье тоже нет тока. Вот, когда мы говорим, вот в семье нет тока, когда приходят нам на консультацию, у нас специальные бесплатные занятия. Мы для детей и родителям показываем, какой твой ребенок. Посмотри, что тебе не хватает. Мама не может обнять свою дочь. И, наверное, это страшно. И вот как ее заставить переступить этот порог? Я должна ее любить за то, чтобы она получила пятерки. Но не может на пятерки. Но это мой ребенок. Я должна его любить таким, какой он есть. Зелененький, синенький, красненький. Но это мой любимый ребенок. И что бы мы ни говорили, конечно, институт семьи у нас хромает. И у нас только сам процесс производства детей. А дальше кто воспитывает? Мы на детский сад, школу. Кого угодно готовы обвинить. Милые родители, а где вы? Я всегда говорю. В первую очередь, мы родители. И мы должны отвечать за своих детей. Значит, ребенок должен привезти психолога домой. И пусть лечит родителей. Давайте на этом остановимся. Мне кажется, Людмила Михайловна сказала очень правильные и очень душевные слова. Понятно, что всего мы не охватим сейчас. И в дальние дали, в глубины не уйдем. Но действительно все начинается в семье. Какая она будет, так ты и будешь. Так и твой эмоциональный интеллект, и твой социальный интеллект, и твой интеллект безо всяких определений будет развиваться. Другое дело, другое дело, что необязательно... Вот есть еще один такой аспект, который вот меня лично, не как ведущего вот этой программы, просто как человека, немножко иногда раздражает и ставит в тупик. Вот это вот всеобщая устремленность, нацеленность на то, что все, а, должны получить высшее образование, б, должны иметь набор каких-то конкретных шмоток, вот эти вот стандарты, вот мы должны куда... Зачем? Зачем? Да? Это совершенно, мне кажется, ложная установка, которая, опять же, я не могу с вами не согласиться, идет от семьи. Когда мы поймем, что вовсе не обязательно для того, чтобы себя реализовать, иметь какой бы то ни был диплом, какой бы он ни был красивый, сколько бы гербов там ни было, а, может быть, достаточно просто хорошо печь, я не знаю, хлеб, да, кирпичи класть. Все работы хороши, когда-то говорили, и это была очень правильная, между прочим, социальная ориентация. Просто об этом надо помнить. И это, кстати сказать, тоже делал педагогов, да, как-то вот потихонечку это внушать, чтобы человек, школьник, к своему там шестому, седьмому, восьмому классу не чувствовал себя уже абсолютно никудышным, только потому, что ему не дается высшая математика. Да, и что он, скорее всего, не поступит никуда. Ни в Казанский федеральный университет, ни в Московский государственный, ни в Плехановскую академию. Ничего не происходит. Жизнь продолжается. Ты можешь, ты здоров, ты можешь любить, у тебя руки на месте, ты нормальный человек. Вот мы и должны из этого, мне кажется, исходить. Но мы, когда готовились к этой передаче, думали, чем ее закончить, вспомнили об еще одном старом-старом фильме. Да, это вообще кошмар. 68-го, по-моему, года фильм, если кто помнит, доживем до понедельника, с будущим Штирлицем в главной роли, с Вячеславом Тихоновым, с совершенно юной Ольгой Остраумовой. И там фраза, которая уже теперь воспринимается, как, ну, я не знаю, как пословица, что ли, да, счастье – это когда тебя понимают. Когда мы сами себя понимаем, когда нас понимают. Это не сразу приходит осознание, что счастье может быть как раз вот в этом. Когда тебя поймут, когда ты окажешься вот в этом тепле, в состоянии эмпатии, нормальном человеческом состоянии, все будет выглядеть немножко по-другому. И буллинг будет не так страшен. Хотя, конечно, явление очень тяжелое. Спасибо всем за внимание. Спасибо, уважаемые эксперты, за участие, за ваши конкретные, точные, правильные советы, замечания, оценки. Я хочу сказать, что предмет вот этой дискуссии, которая сейчас здесь состоялась, он настолько обширен, что мы решили не ограничиваться одним вот этим заседанием дискуссионного клуба. Математику школьную продолжим. Ирина Юрьевна, вы вернетесь из Швейцарии, мы вас еще допросим, что там происходит. И следующее заседание этого клуба мы хотели бы посвятить вот как раз вопросу «Моя, твоя, не понимай». А конкретно, я уже, извините за, может быть, то, что я себя веду неправильно, надо сдержание себя вести под телекамерами. Мы хотим поговорить о поколении «З» как таковом. Мы понимаем этих ребят, которые сами себя относят к поколению «З», которых психологи относят к поколению «З», с чем его едят. Уже все цифры, вернее, буквы алфавита латинского закончились, после поколения «З» будет опять поколение «Альфа». Да, если следовать этой квалификации. Так что готовьтесь, мы будем очень рады видеть вас, уважаемые эксперты, в этом составе, может быть, даже в расширенном составе, тех, кто будет готов об этом порассуждать, подумать. А сейчас еще раз спасибо всем огромное за участие, за внимание. И вам, уважаемые телезрители, огромное спасибо. Напомню, что это был телевизионный дискуссионный клуб Казанского федерального университета. Я ведущий программы Юрия Алаев, и мы обсуждали буллинг в школах, или по-русски говоря, травлю. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин